Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то этот день настал, потому что сегодня Дэми Лавата, ну, вернее, не сегодня, сегодня суббота, Дэми Лавата выпустила свой восьмой студийный альбом, который я безумно ждал. Holy f**k! Holy f**k! А мы разве запикиваем мата на нерусском? Да мы на русском не всегда запикиваем. А попробуй сейчас. Holy f**k! О, заработал. Итак, восьмой студийный альбом Дэми Лавата, Holy f**k! И это, на самом деле, очень провокационное название, провокационная обложка, провокационное, скорее всего, всё. Но нам это предстоит выяснить, потому что альбом в себе имеет 16 треков, несколько фитов, в том числе, Young Blood, чёрт подери! Плюс ещё другие артисты, как Dead Sarah, которую я не знаю, и Royal and the Serpent, то есть тоже не знаю. В принципе, здесь всего три фита. При этом 16 треков, много нецензурной лексики, если не весь альбом. Нет, с Young Blood, по-моему, нет нецензурной лексики. Surprise! Обложка альбома очень нравится. Опять же, почему он провокационный? Да потому что это всё та же религиозная тематика. Вы посмотрите на эту обложку, посмотрите на этот матрас в виде креста, связанную Дэми Лавата. Эти просто сатанинские красные, кроваво-красные цвета. И по себе само название, оно и так является матерным, богохульным. Вот, поэтому здесь, в этом плане, мы, конечно же, с вами не будем ничего дополнять. Это и так всем понятно. Но меня больше всего интересует наполнение, потому что к этому альбому выходило два сингла, которые я слушал. Один с вами, один заочно. Первый это Skin of my teeth, лид-сингл, который как бы является клише полным, своеобразным. Поп-панк-рока последних времен, потому что действительно этот жанр у нас на подъеме. Даже Аврил Лавин вернулась и записала поп-панк-рок-альбом. Потому что сейчас это модно, сейчас это котируется, и это, ну, грубо говоря, жанр, который возрождается. Ну и Substance, который я не комментировал на канале, но комментировал в своем Телеграм-канале. При этом там у меня были очень базовые эмоции, которые резко отличаются от того, когда я трек прочувствовал и переоткрыл его для себя. Поэтому здесь мы с вами об этом тоже поговорим. Но в первую очередь, прежде чем мы, конечно, к альбому пойдем, да, я хочу с вами поговорить немного про Дэмиловато и немножечко уделить время, немножечко, тому, кто это вообще, если вы вдруг не знали. Если совсем кратко, то это бывшая диснеевская певица, звезда, актриса сериала «Дайте Сане шанс», которая, собственно, и появилась именно благодаря Диснею. Впоследствии имела кучу проблем с этим, как и другие диснеевские актрисы, по типу той же самой Майли Сайрус, которая еле отделалась от этого Диснея. Тем не менее, они подарили ей карьеру, и это факт. Но не без таланта, конечно, у Дэмиловато обалденный, очень мощный талант с очень мощным голосом. Я рад, что это смогли разглядеть, я рад, что это смогло стать популярным, и теперь мы можем за этой артисткой наблюдать. И, к слову, да, Дэмиловато, это у нас персона, которая зовет себя либо «she», либо «they», да, именно «либо», потому что она постоянно это уточняет, и можно как бы и так, и так к ней обращаться, к ней, к ним. Я, мой выбор, да, обращаться к ней «she», поэтому в этом ролике в целом к Дэмиловато я отношусь как «она». И вот у нас, получается, есть два альбома, которые выходили. Первый — это, сейчас, если не соврать, да, я вам быстренько посмотрю, это «Don't Forget» 2008, и «Here we go again» 2009. Опять же, там есть такие синглы, как «La La Land», которые очень хорошо нам эту атмосферу дарят. И я всегда думал о том, что хочу такое от Лавата в настоящее время, когда она уже обрела какой-то вес, у нее появились зубы, у нее появились темы, на которые она может говорить, особенно после всего того, что она пережила. Мы здесь услышим, я думаю, много подноготной, что далеко ходить, скину «My Teeth» про это. И, конечно же, маты, конечно же, эксперименты, и, конечно же, более дерзкие образы, внешность и так далее. Все это мы уже получаем от визуала. Я альбом не слушал, я старался обходить стороной его информацию, хотя мне уже прорекламировали и треки «It Me», треки там тоже «29», который вот вышел практически перед альбомом, да, синглом, потому что сегодня у Дэми Лавата день рождения 20-го, 08-го, то есть 20-го августа, и у нее 30 лет исполняется ей. Поэтому «29» была символично выпущена именно заранее чуть-чуть. Итак, в общем, Дэми Лавата после своего диснеевского пути поп-рок-звезды, да, такой подростковый, потому что это был и кэмп-рок и так далее, очень все прекрасно звучит, но это звучит по-подростковому, да. Мы же хотим чего-то другого, я так понимаю, от этого альбома, но прежде чем мы дойдем до этого, нужно сказать о том, что Дэми Лавата очень активно развивала свое поп-направление и в нем стала наиболее популярной, потому что сначала она выпустила альбом, в котором были просто breakthrough-синглы, Don't Give Your Heart a Break, Give Your Heart a Break, и Skyscraper, да, баллада потрясающая, хотя это обе баллады. Ну и после этого, конечно же, она потихонечку от Disney начала отпочковываться, выпуская один альбом за другим, это были различные ее супер-хиты Cool For The Summer, Sorry Not Sorry, Tell Me You Love Me, возможно, потому что для меня это не совсем хит, но вроде как он много такой вес набрал. Причем самое интересное, что у Лавата специфика творчества в том, что она очень хорошо коллаборировала с другими продюсерами, с другими диджеями и артистами, потому что много хитов она записала совместно с кем-то, будь то Чит Коутс, Клин Бэндит, Луис Фонси, кто там еще у нас подглядываю. То есть да, она в принципе очень хорошо и органично смотрится, как исполнитель, которого приглашают для радиохитов. При этом у нее есть индивидуальность, которая не всегда может проявляться из-за того, что по сути ее работы могут не отличаться с особой концепцией. Но не в этот раз, потому что последние два раза, которые она выпускала альбомы, мы получили в прошлом году альбом The Dancing with the Devil, The Art of Staring Over, который я проигнорировал ввиду своей дикой занятости и непредрасположенности почему-то в тот момент слушать этот альбом, но он для меня стал одним из самых важных в прошлом году. Это факт, и об этом уже несколько раз рассказывал. И в нем концепция была совершенно ясна, потому что это первый альбом, который случился у Дэми Лавата после передозировки, после того, как она чуть не отправилась на тот свет из-за этих идиотских наркотиков, я не знаю, нельзя такое говорить, наверное, на ютубе, но я не могу. Это нужно подчеркнуть. Наркотики, зло. И вот, теперь у нас есть работа, которая переосмысляет, наверное, я думаю, то же самое, но при этом уже в очень такой более злой, более честной, трушной и, разумеется, голой резкой парадигме. То есть у нас есть с вами рок-альбом, звучание которого, извините, я ждал очень давно. Я не буду скрывать, я хочу, чтобы меня здесь порвало. Я надеюсь, это так случится. Интро у нас получается закончено, и прежде чем мы послушаем альбом, я хочу напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал, конечно же, и группа ВК. В группе ВК я выкладываю ролики, дублирую их, чтобы, если что, вдруг случится с ютубом, мы смогли хоть где-то получить просмотр моих роликов, да, в том числе и я, у меня нет к ним доступа, я их удаляю всегда. Ну а телеграм-канал, естественно, это полноценное ответвление данного ютуб-канала, на котором я практически каждый день что-то публикую, будь то кружочек с моими какими-то вокальными выступлениями совсем маленькими, новости комментирую, пишу ревью на альбомы, на синглы, какие мне понравятся или нет, в общем, все в потоке, грубо говоря, поэтому подписывайтесь обязательно. Ну а мы начинаем. Понимаете, начинать альбом, рок-альбом с фита с Янгбладом, если вы смотрели мою реакцию на Янгблада, единственное, вы прекрасно знаете, почему я люблю Янгблада. Тем не менее, хочу сказать, не совсем пока разрывной, и опять же, я просто, ну хорошо, что он, наверное, не сразу с ноги нам вышибает дверь, но это все равно уже, понимаете, тут просто посыл, типа, укуси меня, потому что я просто кусок мяса, укуси меня, чтобы посмотреть, как я истекаю кровью, то есть, грубо говоря, вот прям сразу какой-то харм начинается у нас, и мне очень нравится, опять же, грязная аранжировка, то есть вот грязная, в плане, здесь есть умеренная грязь, когда ты слушаешь и чувствуешь, что действительно это больше немного даже на гранж похоже на какой-то местами. Это Янг Батом? Вы слышите? Это он? Так, записывается там хоть? Я слышу, я слышу это! Больше бы! Ну, конечно, куда же гитарки денутся у нас? Вы слышите эти крики? Просто к дерьме! Ой, мне нравится момент! Так, первое впечатление про трек Фрикс Янг Балана. Опять же, мои первые впечатления, меня это, конечно, раздражает, но от этого никуда не деться. Они не такие бывают яркими, не такими осознанными, когда я это все впервые слушаю, но потом я прихожу к этому и думаю, блин, на реакции я вообще об этом не сказал. Но пока что трек показался мне, скажем так, не до конца выжатым. Как будто бы вот с Янг Бладом можно было бы выжать просто такой уж разрывательный бенгер, вот, чтобы ты просто вот сидел и ты понимал, что под тобой греется стул, потому что ты просто сидишь и у тебя вот все вот так. В этом случае, конечно, такого не произошло, но я думаю, что это Гроуэр. То есть, это один из тех треков, которые нужно прочувствовать, что во мне сейчас нет злости, у меня сейчас нет какой-то ярости, меня не бесит ничего на работе, потому что я сейчас не на работе. Как это было с Аврил Лавин, когда я сидел, понимал, что у меня какой-то дедлайн, и мне Аврил Лавин, я понимаю, что я злюсь, и она отражает мои эмоции, и эта музыка приобрела для меня смысл. Вот то же самое и здесь. Видимо, нужны подходящие эмоции. Тем не менее, не могу не отметить, что это фит Дэми Лавата и Янг Блада, и он хороший. Крик — это вступительный трек с 8-го студийного альбома Дэми Лавата. В песне фигурирует английский пьёц Янг Блад, и в ней говорится о том, что нужно иметь собственное представление о себе, даже если ты чувствуешь себя изгоем. В целом, опенер неплохой. Идём дальше. Я не могу орать. Слушайте, на самом деле, мне реально приглянулся этот трек. Конечно, не так, как следующий, но тем не менее. Да, спустя реакцию и спустя какие-то прослушивания я реально проснулся от ощущения, что этот трек реально очень клишированный. То есть, да, так и есть, но это можно отбросить и слушать его. Я просто надеюсь, что в этом альбоме будет гораздо лучше треки, которые уже покажут нам что-то, скажем так, не такое очевидное и актуальное, потому что в индустрии такого много. И по сути, это фастфуд. Я понимаю, почему Дэми Лавата и её лейбл сделал это лид-синглом, потому что нужно было всё-таки даже такой провокационный действительно альбом. Всё равно, это для Лавата довольно такой эксперимент, несмотря на её корни, кстати, тоже. Так что нужно было как-то что-то дать людям в массы, чтобы оно стрельнуло. Оно не стрельнуло, ни один, ни другой сингл, к сожалению. Не знаю судьбы альбома, главное, что он вообще вышел, поэтому мы будем его, конечно же, здесь слушать. Is anybody happy like life in the backseat? I know that I'm fucking exhausted. The only one looking for substance. В общем, трек, на самом деле, меня цепляет как раз-таки своим припевом. И в целом, вот такой вот стремительностью, стремительностью очень, очень отчаянной. Когда я его первый раз послушал, у меня опять же возникло, ну блин, что-то Дисней какой-то. Но вы знаете что? Я был очень неправ, и я зол на себя, что я тогда смог это написать, потому что действительно я проникся треком. Я проникся им, и понятное дело, что я хочу забрать свои слова назад. Суть-то в том, что здесь действительно очень отчаянный голос, особенно в припеве, когда она поет там Am I... И вот она, как бы, его как будто бы немного прокрикивает, а в конце так она вообще реально кричит там, и при этом здесь слышно отчаяние, одиночество, и какой-то вот вопрос в пустоту, типа, неужели я одна? То есть, неужели я одна, кто вот ищет, типа, вот, Am I the only one who looking for substance? И это меня реально тронуло. Поэтому этот трек, если честно, я себе забрал сразу, и он у меня уже стал популярнее, чем Skin of My Teeth, и довольно заслуженно, поэтому, возможно, это будет один из лучших треков на альбоме. Не забегая вперед, просто говорю. И вот сейчас максимальное отчаяние. В общем, да, один из лучших треков на альбоме. Забегая вперед, хочу сказать, что именно этот трек, я получил от него больше всего комментариев. У меня есть друзья, которые тоже слушают, которые ждали. Они слушали и демку, и сниппеты. Такой какой-то техногенный инструментал, прям скрежет, вы слышите? Мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они были правы. Надо в наушниках слушать такое. Надо слушать в наушниках так. Так, окей. Я скажу сразу. Очень-очень-очень нравится, что там все смешалось. Знаете, кони, люди. Просто ты слушаешь, и ты понимаешь, что там просто харш, вот такое вот идет прям. Я, ну, мы сейчас с вами еще послушаем, да, потому что ничего не слетело у меня. Потому что у нас будет второй припев, а трек идет 3 минуты. То есть, и тут еще дуэт. Я так понимаю, что сейчас будет второй артист исполнять фух, вот-вот. Вот чего я ждал от этого альбома. Слушайте, я реально слушаю трек. Я не верю, что этот трек надое миловато альбоме. Не похоже вообще. Ну, в плане, круто. То есть, действительно, что я представлял бы это на альбоме какого-нибудь рок-артиста, да, ну, то есть, самое возможное. Даже не Willow, даже для Willow, это, наверное, довольно такой хардкорщина такая. Ох, как бы, мне кажется, поджелудочная разболелась. Что я могу сказать? Холи-фак. Итак, звание лучшего трека. Ладно, давайте без, пока что, да, опять, без забегания вперед. Я просто испытал много эмоций. Я весь мокрый, конечно же. Ох, и мне реально что-то заболело внутри от такого напряжения. Давайте почитаем, о чем трек, собственно. Eat Me служит средством восстановления контроля над собственным повествованием, у меня уже язык заплетается, Дэми Лавата, восстающей против сексистских двойных стандартов, с которыми поп-звезде, ставший рок-музыкантом, пришлось столкнуться как общественному деятелю. Выросшая в центре внимания Лавата всегда должна соответствовать предписанным Голливудом гендерным нормам, должна была, пока в 2021 году она, они не стали небинарными. Я знаю ту роль, которую играла раньше, я знаю, какое дерьмо я игнорировала, и я знаю девушку, которую ты обожал. Она мертва, пришло, черт возьми, по ней скорбить. Я больше не могу кормить тебя с ложечки, ужин подан, он на полу. Тебе придется есть меня таким, такой, какой я есть. Тебе придется есть такой, какой я есть. Окей, that's the truth I prefer. Потому что действительно, понимаете, что давление, оно колоссальное. И когда вот ты меняешь вот так кардинально образ, пусть даже в индустрии все равно были кейсы, опять же, тот же самый Майли Сайлс, который уже столько дерьма съел на этом в свое время, люди все еще продолжают клеймить артистов, да, которые даже спустя после стольких попыток изменить себя, приходят к чему-то новому, трансформируются, меняются и все равно огребают за это. Да идите вы нахуй. И мне очень нравится вот эта вот фраза, которая манифестная практически, да, you have to eat me as I am. То есть принимай меня таким, какой я есть. Вернее, жри, сука, то, что дают. Вот это вот просто вот прям в лицо, опять же, ужин на полу. Dinner's served, it's on the floor. Вот это именно то, о чем я думал, когда как раз-таки Лаватта анонсировала рок-альбом. Не скинув мотив, что тоже круто, но eat me, если бы она начала с этого трека, я думаю, все бы просто охерели. О, господи, ну как классно. Каждый трек – это рок от Дэми Лаватта. Просто, просто я не могу. Все, я этот факт просто, я так ждал. Давайте, все, слушаем. И так еще низко спускается, типа вот, опять же, сочится какая-то ненависть из нее, прям вот сочится. И у нее есть это, она может это показывать, она это показывает, она это демонстрирует, опять же. И в случае с рок-музыкой, с рок-музыкой, конечно же, это просто ключевой момент. Если тебе нечего дать сильного эмоционально, да, возможно, даже негативного, злого, обиженного чего-то, вот прям вот такого сильных эмоций, сильных негативных эмоций, если тебе нечего дать, если тебе нечего вложить в эту музыку, она не получится. У Дэми Лаватта такого предостаточно. Вот, кстати, когда мы обсуждали это с друзьями и так далее, ну, с другом вернее, я у него спрашивал, есть ли какой-то трек, который похож на, допустим, какой-то вот прям реальный рок, возможно, даже какой-то скрим, или, возможно, немного около Харш Нойз, хотя Харш Нойз, это, конечно, вообще пи***ц жанр, если честно. Я пытался послушать, это же просто чистый шум, это жесть. И когда я пытался совсем кратко выяснить, есть ли хоть какой-то трек, похожий по какому-то вайбу на Аскинг Александрия, допустим, он сказал, что есть. Вот здесь я чувствую Аскинг Александрия, хотя и в Итме такое тоже было, когда вот они прям реально рубиловку устроили, и вот просто неразбериха такая шумная, очень крутая. Блин, какой же инструментал, пи***цый. Слушайте, если честно, в этой песне, конечно же, мне больше инструментал понравился, потому что я не услышал в голосе чего-то прям такого, что могло бы соответствовать этому охеренно тяжелому инструменталу. По голосу все-таки этот трек не подходит, честно. Я думал, что там должно быть больше эмоций, но все-таки это заглавный трек, и инструментал как минимум здесь очень крутой. Подтекст религиозно-откровенного трека описывает множество оксюмаронов, касающихся религии и вульгарности одновременно. Лавата выражает себя как хорошим, так и плохим, но все же страстно желает, чтобы возлюбленный глубоко влюбился, помня обо всем об этом. То есть у нас как бы есть такая тема уже и любви прослеживается, по-моему, в первый раз, потому что до этого у нас все было про смерть, про общество, про какие-то вот, знаете, социально адаптивные различные аспекты, что-то прямом я таким, какой я есть. Неужели я одна, кто ищет эту вот субстанцию, что-то, вот какую-то мотивацию, так далее, вот хоть что-то в этом мире, да? Неужели я говорю сама с собой? Во-первых, у меня пошли мурашки от этой ноты, где 29, ой, не могу вообще. А во-вторых, вы слышите эту хрипацию в голосе? Да, это очередной момент, где Лавата реально вкладывает кучу эмоций. Вот эта вот энергия substance, я чувствую ее. Вот эти треки для меня будут одинаковыми в плане энергетики, которые я от них буду получать эмоционально, естественно. То есть я их буду включать и чувствовать определенное настроение. Трек звучит мейнстримно, и я не удивлен, что он вышел третьим синглом, промо-синглом, неважно, до альбома. То есть все треки, вышедшие до альбома, пахнут мейнстримом. Это не исключение. Стадионная энергетика. Что меня так резко смутило, потому что там была строчка 17 и что-то это все было твоим, это никогда не было, господи, моим. Я хочу сейчас просмотреть текст, потому что у меня ощущение, что она постоянно повторяет два возраста. 17 и 29. Третий сингл с альбомом посвящен отношениям Дэми Лаватта с американским актером Уильямом Вальдерамом. В 2010 году они начали встречаться, когда Дэми исполнилось 18 лет, поскольку Уилл не встречался с ней до этих пор. Угу. Вот почему 17 лет, да? На треке Лаватта поет 17-29, имея в виду, когда они познакомились, ссылаясь на возраст, когда они начали встречаться. Эта песня была одна из многих, которые исполнялись в Спрингфилде до выхода альбома. Да. Запись о мудрости, которая приходит с возрастом. Да, это получается еще одно об отношениях, но, если честно, я думал, что тут более что-то глубокое, наверное, будет. Хотя мне очень устраивает мелодия. Во-первых, этот вокал и вот это вот только одно начинание припева «I'm a 29», где она прям взлетает. Просто вау. Ну, естественно, вот это момент стадионности такой, да? В постприпеве просто восхитительный. И трек радийный. То есть он довольно мейнстримом пахнет. То есть я думаю, что в целом его можно раскрутить, если захотеть. Буду надеяться, что лейбл так и поступит. Трек мне понравился. Вайбы прошлого седьмого альбома «Art of Styling Over». Прям реально. Я прям чувствую, как это называется трек. «Fifteen minutes». Прям вот, прям вот, как будто бы он. Какие ударные. Да, 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 да. А эта песня почему-то меня сейчас задела. «Am I gonna die trying to find my happy ending?» Неужели я умру, пытаясь найти свое счастье, свой счастливый конец? Депрессивно. Это очень депрессивная мысль, очень депрессивный вопрос, потому что зачастую этот вопрос не задается просто так. То есть там тебе скучно, тебе стремно, ты вот как-то грустненький ходишь, там, блин, господи, да где же мое счастье? Неужели я умру? А тут вот прям, как будто бы человек столько всего перепробовал, и он такой думает, блин, неужели мне нужно умереть, чтобы там... Неужели я умру, чтобы найти, наконец, свое счастье? Или что? Что такое, что есть счастье? Я уже не знаю, что делать. Я умру, пока буду его искать? Или что? Конечно, мне это не близко, слава богу, но эмоции я очень-очень сильно сейчас испытываю от этого трека, и действительно он мне нравится. Коррелирует как-то со мной, не знаю, может, эмоционально я что-то другое в нем слышу, потому что по тексту это не совсем мое, либо если это очень сильно разделить на, я не знаю, на 100, потому что, ну, до такого дипросняка я пока еще не доходил, слава богу, но может, все впереди, после этого альбома особенно. Мне очень нравится трек. Ооо! Ух ты! Мне очень нравится обилие вот таких вот моментов, знаете, таких всеобъемлющих, когда вот как будто бы весь стадион может петь, если честно. Я бы хотел, я бы хотел на это посмотреть, я бы хотел в этом поучаствовать. Я встретила бога, всего на минуту. Посидела в его доме, осмотрелась вокруг и увидела, что я не вписываюсь. Я пробовала любовь. Она дала мне то, во что я могла верить. Планировала будущее с самого начала и отдавала частички своего сердца просто для того, чтобы в конечном итоге уйти. Неужели я умру, пытаясь найти свой счастливый конец? Узнаю ли я когда-нибудь, каково это? Быть в порядке, не притворяясь, что по твоей коже не бегут мурашки. Неужели я умру, пытаясь найти свое счастье? Найти свой счастливый конец. Этот трек о чувстве безнадежности в жизни, о беспокойстве, что вы можете умереть, пытаясь получить блаженство, которое вы ищете. Сильная мысль Лавата, которую она хочет донести в этой песне, заключается в том, что независимо от того, насколько безнадежно вы себя чувствуете, помните, что кто-то другой уже чувствовал то же самое ранее и справился с этим, и вы никогда не будете одиноки. Слушайте, этот трек отличается очень сильно. очень отличается от всего того, что мы слышали, потому что он начинается довольно интригующий. Знаете, очень игриво и кокетливо, но при этом... Ха! Ха! Вот это вот все есть. Еще такое ангельское... В конце вы слышали, да? Типа, вот этот вот хор, как будто возносишься в рай и такой дьявольский смешок от Дэми. Ну, естественно, потому что здесь... Слушайте, а давайте прочтем о чем-то здесь. Тематически, Heaven подробно описывает неразрешимый конфликт между религиозным убеждением и сексуальной идентичностью, распространенной среди членов ЛГБТК+, воспитанных в религиозных традициях. Вот так вот вам. Имея христианское воспитание, Дэми Лавата написала эту песню с намерением освободиться от духовных ценностей и непримиримость принять свою сексуальность. Песня передает разочарование Лавата из-за отсутствия терпимости к сексуальному сознанию, самосознанию, да? И беспокойству о самовыражении, привитому им с юного возраста. Песня действительно очень актуальная и тематически правильная, хотя по звучанию, по звучанию, мне она сначала показалась интересной, и сейчас я понимаю, что, наверное, он один из самых пока что скучных треков с альбома. То есть я пытался, но что-то во мне не вызвало вот прям таких каких-то ярких эмоций. Ну, возможно, после It Me, после дуэта с Янгбладом, который уже не кажется таким уж немногообещающим, этот трек пока что, наверное, я бы назвал одним из самых проседающих. Да как же это классно! Опа! Слушайте, вот это мы запрыгнули на трек, мне нравится. Блин, да какие ударные! Блин, какие ударные здесь! Стадионы! Под конец это был самый крутой момент в этом треке. На самом деле, мне очень понравилась стремительность с самого начала, плюс охерительные ударные. Здесь вообще нет проблем с ударными на этом альбоме, за гитарами, естественно, тоже. А вот опять же, почему-то, почему-то этот трек, но хотя он более, более какой-то, я не знаю, что ли, запоминающийся, чем Heaven. И все же не покидает ощущение, как будто мы вышли на... То есть мы пик прошли, и сейчас мы как будто бы спускаемся в середину альбома, по факту, да, по факту это уже вторая половина начинается, и здесь как будто бы треки становятся чуть блеклыми. В основном речь идет о том, чтобы быть в Лос-Анджелесе, скучать, но хотеть получить новые впечатления. И еще раз, это очень сексуально заряженная песня. Это как «Я хочу, чтобы ты заставил меня кричать на Рокси». Я в основном хочу испытывать это. Лос-Анджелес как новый, с разных сторон. Возможно, этот трек даже про какие-то не то чтобы несостоявшиеся, а может быть чуть-чуть треснувшие мечты, когда ты думал о том, как ты хотел этого, и в итоге оно превратилось во что-то очень скучное, до смерти, в какое-то, возможно, даже немного проклятие. Я вижу почему-то в этом отражение карьеры «Да и миловато», которая все-таки у нее состоялась и очень хорошо состоялась, но из-за которой она в том числе много пострадала, потому что она перерабатывала, и она как ребенок ничего не понимала, и теперь после того, как она рефлексирует, она столкнулась с кучей проблем после всего этого. Так что, возможно, эта песня еще и про это. Гитара Bowie. «Подобиться в салон» «Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху». Экскьюзми? Я не люблю шутить чёрный юмор на публике, но, по-моему, Софи воскресла. Так, слушайте, я не знаю, что это было, но это было охуенно. Пока я слушал этот трек, я пришёл к мысли, что я переварил CD of Angels, и немного его у себя в голове даже проигрывал каким-то образом, и могу сказать, что я забираю свои слова назад, потому что этот трек всё-таки не проседает, и альбом, по факту, именно на Heaven чуть-чуть приспустился, потом CD of Angels, и сейчас Bones. Мы возвращаемся в эту сучью стадию, потому что это очень жадная песня, очень сексуально жадная, потому что, я думаю, под текстом понятен, да, но мы сейчас ещё с вами его чуть-чуть раскроем, да, с аннотацией на Genius, я надеюсь. Но в целом, в целом, я чувствую возвращение энергии, той самой рок-энергии, панк-рок-энергии. То есть вот та, которая дерзкая, которая у нас, ну, в общем, огненная, понимаете? То есть, потому что здесь две стороны. Одна очень отчаянная, очень обозлённая и, возможно, растерянная, обиженная и одинокая, и другая, которая очень агрессивная, очень сексуально жадная, которая хочет всем просто дать в ебало, кто тычет в тебя пальцем, да, говорит, что ты фрик, кто пытается тебе указывать за твою, там, да, не знаю, что там, сексуальная ориентация, за твоё нутропа, типа, что, вот, eat me as I am, да, типа, ты должен есть то, что жри, что дают, короче. Вот я прям эту фразу запомнила, мне так понравилось. Вот, и эти две стороны у нас меняются. И я чувствую возвращение второй стороны, которая вот как раз-таки на Bones у нас, опять же, раскрылась. И это мрачная песня, вот я чувствую, что она прям мрачная, из-за вот этих вот, ну, концовка, отдельный смак. Песня о вожделении к кому-либо другому и Жане заняться любовью. Игриво описывается, как прыгающий на костях любовника, то есть jumping on the lover's bones. Ты так сильно хочешь кого-то, но тебе приходится сдерживаться, и ты просто хочешь наброситься на него и запрыгнуть на его кости. Говорит об этом Дэми. Это, в принципе, тот же самый посыл, как eat me, только в другую сторону. Типа, жри меня, но уже по-другому. Только я тебя хочу сожрать. Это, знаете, как вот очень распространённый я хочу, вот я настолько тебя люблю, что я просто хочу взять и съесть тебя вот настолько. Это очень пугающе звучит. И звучит, на самом деле, даже, я бы сказал, не очень здорово. Но я понимаю это ощущение. В принципе, я могу разделить её эмоции и трек, опять же, агрессивно-сексуальный. Собственно, да, это чувствовалось, это очень чувствовалось. Мы возвращаемся в другую фазу. Я такое облегчение испытал сейчас. Я не знаю почему. Во-первых, это да. Та часть, вторая, лиричная, более-более какая-то эмоциональная, меланхоличная. И, конечно же, очень по-милому, по-доброму безнадёжная, наверное. Потому что в ней слышится какое-то отчаяние, какая-то немного даже робкость. То есть я серьёзно думаю о том, что эта песня очень трогательная. Я не знаю пока. Я просто слышу, что это... Ну, I wanna waste it on you, что-то такое. То есть я хочу потеряться в тебе. Я думаю, что... Мы ещё с вами выясним про текст, но я уже чувствую эту эмоцию. Мне она нравится. И я испытал мурашки, честно. Музыка Обожаю. Ни для кого не секрет, что я боролась с зависимостью и тяжёлыми наркотиками. Я хотел написать песню, в которой говорилось бы о том, что нет кайфа, который можно было бы сравнить с кайфом от тебя. И это песня, в которой ты думаешь о том, как напиться, но на самом деле она о том, как влюбиться и получить лучший кайф своей жизни от кого-то другого, а не от наркотиков. Я просто вот так. Эта песня, во-первых, сейчас укрепила в моих глазах звание одного из лучших треков. И вы должны помнить о том, что наркотики – это зло. Алкоголь – это зло. Курение – это зло. Вы можете делать всё, что хотите со своим организмом. Вы можете делать всё, что хотите с собой. Да, это ваша жизнь. Но не отравляйте её другим ни в коем случае. И желательно не пропагандируйте это. Потому что это убивает, это делает, это приносит вред. И в случае с Дэми, я безумно рад, что она все эти ошибки осознала. Надеюсь. Потому что по текстам это видно. И я очень хочу в это верить, серьёзно. Ещё один мейстримный хит. Я готов это признать, эта часть альбома мне нравится больше. Конечно же, Eat Me. Конечно же, там, Holy… Нет, не Holy Fuck. Кого я там выделил? Eat Me. Ну, Happy Ending 29 – это всё вот как раз Substance, понимаете? Substance Energy, как я называю. А вот Skin on My Teeth, Freak, Eat Me, Holy Fuck. Я не помню, Heaven или Вот Bones тоже. То есть это две части альбома. И, конечно же, поскольку я меланхоличный идиот, который постоянно любит вот так вот, знаете, мечтательно всё воспринимать, конечно же, эти песни меня очень сильно вдохновляют. Я не могу это скрывать, поэтому, конечно же, мне не нравится больше. Вот. Но это всё по настроению различному. Так что сейчас у меня настроение… У меня вот фаза вот таких песен. Фаза Substance Energy Songs. Вообще-то это очень похоже на саундтрек. Вообще саундтрек к любому фильму, опять же, американскому, разумеется, потому что я почему-то всё время ассоциирую такое звучание именно с культурой американских комедий-мелодрам-комедий-мелодрам, потому что, действительно, там есть вот моменты, когда вот что-то происходит воодушевляющее, да, и вот эти вот нарезки с планов городов, там по улицам что-то, и вот человек идёт там и такой вот весь из себя, там либо грустный, либо весёлый, и всё очень-очень-очень вдохновляет. Поэтому такие треки всегда должны играть в конец какого-то очень счастливого фильма, да, то есть хэппи-эндинг, и вот это вот трек для него как раз, для этих хэппи-эндов, потому что он звучит хорошо, он звучит как финальная нота в чём-то хорошем, что что-то хорошо закончилось, но ещё просто название Come Together, оно располагает. Я слышу этот голос тонкий на заднем плане. Вот тоже долгое аутро здесь. Да, этот трек вызвал у меня очень сильные эмоции, особенно на бридже. Я обожаю, когда Дэми своим высоким голосом, он просто там как иголка вообще, тонким, как бумага может тебя вот так вот порезать. И здесь он тоже режет, потому что он, когда она его выше делает, он утончается очень сильно, то есть он практически невидимый. И очень сложно даже услышать его, потому что это настолько сливается с её октаву, на октаву ниже голосом, что вот очень сложно услышать иногда, вот как, допустим, в этой же песне, но он был как бы на бэк-вокале в настоящем моменте, да, то есть там припев или куплет, я уже не помню. Вот когда она в конце песни начала брать в постприпеве вот эти вот ноты, это просто, я сижу и, ну, я могу, блин, реально и слезу пустить на такие ноты, то есть для меня действительно очень высокие эмоции. Это что-то, на что мне можно купить, вот просто по щёточку пальца. Дэми меня купила просто этими нотами сейчас. Come together — это не то, что вы думаете, пока не послушаете текст песни. Вы слышите название и думаете, ого, это объединяющая песня, и это ещё одна сексуально заряженная песня, если ты улавливаешь то, что я записываю. Не сильно. Если честно, правда, я не буду строить из себя какого-то заумного чувака, я, правда, не понял текст песни, вернее, смысл её. Она сексуально заряженная, да? Поэтому, возможно, здесь наслаждение, когда люди проводят время друг с другом, да, и это намёк, что рай, он как бы лучше, если мы вдвоём, да? Так что Дэми намекнула, и я надеюсь, что смог раскусить текст песни и понять, что на самом деле здесь про близость. Я должен это прямо сейчас выяснить, о чём она здесь поёт. Я вдыхаю и выдыхаю. Они этого не делают. Я смотрю, как садится солнце, но они не будут. Я просыпаюсь прямо сейчас, и они никогда этого не сделают. Опять же, я всё ещё не могу понять. Я танцевала с дьяволом и прошла через ад. Я не знаю, почему и чем я отличаюсь от других. Я с дьяволом, а они нет, и это кажется неправильным. Я скучаю по аду, который мы не можем поднять. Я скучаю по времени, который мы не можем тратить впустую. Я скучаю по сообщениям, которые они не могут отправить. Я скучаю по своим мёртвым друзьям. У нас была вся оставшаяся жизнь, мы не успели попрощаться. Дому богу известно, куда они делись. Я скучаю по моим мёртвым друзьям. Надо ли читать мне аннотацию? Первоначально написанная как баллада, Dead Friend представляет собой самую описанную гимнастическую хвалебную речь в честь ушедших из жизни друзей Дэми Лавата. Она является тринадцатым треком в альбоме, и в песне Лавата Дэми выражает чувство вины выжившего после того, как певица и автор песен ранее танцевала с дьяволом. Вы понимаете, о чём песня-то? То есть, получается, что у неё были друзья, и она вместе с ними, получается, торчала, танцевала с дьяволом, будем так называть. But how am I different? То есть, чем я отличаюсь? Почему я сделала это? Почему я выжила, а они нет? Это неправильно. То есть, либо я должна была вместе с ними умереть, на что она здесь вообще намекает? И песня начиналась хорошо. То есть, она началась очень задорно. И я в ней... У меня прям... Ну, вот, вы видите, да, мои глаза, они выпучены, потому что я... Мне вообще сложно такое представить, чтобы я... Не дай бог, конечно. Я не могу это слушать. Зачем я прочитаю? Да если бы даже не прочитал перевод и саму аннотацию, я бы всё равно... Я бы всё равно всё понял. Нет, не в плане, песня классная, но мне её так тяжело слушать сейчас. Это... Ну, смысл у неё очень страшный. Очень страшный смысл, очень страшный текст. Но я, знаете, как могу сказать? Я хочу отдать уважение Лавата и респект за то, что она из этой песни сделала не балладу, да, в которой могла бы разрыдаться, а песню, которая как бы реально как будто бы воспевает этих друзей. То есть она их не оплакивает, она их воспевает, и ей жаль, что всё так вышло, но, тем не менее, песня-то задорная и весёлая. Ну, в плане... Ну, она... То есть она очень подвижная, она эмоционально довольно яркая. Большой респект писать о таких тяжёлых вещах, такие... Заряженные песни. Фуф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ам... Окей. Окей. Говорите что угодно. Выбражаю я не выбражаю, мне всё равно. Я просто хотел выпустить эти эмоции, я накопил их за прослушивание, за переваривание текста, переваривание смысла, и в конце случилась кульминация, выход этих эмоций, когда Дэми опять возвысила ноту и позволила мне вместе с ней выпустить эти эмоции. Один из лучших треков! Попахивает он скулом. Мне нравятся эти вот возгласы. Окей, это был последний фит на альбоме с Дэд Сарой, не имею представления, кто это. И вообще-то неплохо вписалась в Дэд Сара. Я хотел под началом сказать, что очень бы пошел да миловато здесь, на этом альбоме фит с Сиг Брейн. Вот, Сиг Брейн, потому что у нее скрим-вокал. Вот если бы здесь был дуэт с Сиг Брейн, я бы ждал его, наверное, больше, чем с Янг Бладдом, потому что это было бы мясо. Трек получился неплохой. Он, наверное, самый олдскульный из всех, потому что вот этот... То есть вот, ну, понимаете, да? Попахивает вот роком каким-то 80-х, 90-х, наверное, ни с чем там. Опять же, я не разбираюсь в эпохах, но я точно знаю, что такие песни есть. И это очень популярный такой мотивчик, такой заводной, да? При этом реально олдскульный. То есть это что-то из классического. Я хотел написать песню, которая вдохновляла бы и была бы чем-то вроде аплодисмента любому в интернете, кто думает, что знает, что для меня лучше. Есть так много людей, у кого есть свое мнение, и которые говорят мне, что я должна делать, как быть, как себя вести. И эта песня в основном такая. Нет, я не собираюсь слушать то, что ты хочешь сказать. Я буду делать это сама. Я буду делать сама то, что захочу, что решу, что для меня лично правильно. Вот такой вот посыл у этой песни. Собственно, здесь они прям вот, понимаете, они это скандируют. Помочь мне? Ты хочешь помочь мне? Типа, понимаете? То есть прям вот с наездом. Потому что на самом деле эта помощь, она, блядь, вот не стоит ничего. Это не помощь. Это вот диванные аналитики, вот эта вся хуйня. Люди не могут построить свою жизнь и учат других. Особенно тех, кому вообще-то свою жизнь строят намного тяжелее, чем тебе, которые ходят постоянно в офис, блядь, вкалывают там с девяти до шести. А люди постоянно на виду. У них каждый шаг сопровождается папарацци. И ты будешь еще их учить, насколько похудеть. Ты будешь их учить, как выглядеть, блядь. Да пошел ты нахуй. Вот так вот она говорит. Это были не мои эмоции. Я пытался, понимаете, Лавата, Дэми. Вот это вот она хотела вам сказать через меня сейчас. Это не я такой... Токсичный. Ух ты! Трек очень похож на балладу. Хочется начать щелкать. Ух ты! Смотрите, какой был соскок с голосом. Блин, такая легкость. Вы чувствуете? Фух, Дэми. Я почти, почти поверил, что здесь будет чистая баллада. Короче, да, баллады здесь не к месту, но они есть. И опять же, мы замечаем тенденцию, что и Фит, и Дэд Фрэнд потенциальные баллады, которые были переработаны в более агрессивные, более подвижные аранжировки, поп-рок, панк, чего угодно, лишь бы не звучать, как пиано-баллада, потому что на этом альбоме оно не к месту, абсолютно никак. Типа, это действительно альбом, наполненный эмоциями различных видов, но главное, ярких. Это просто напоминание о том, что у всех у нас есть хорошее и плохое внутри. Позитивность и негативность. Это то, что ты выбираешь. Вы предпочитаете быть пессимистом или оптимистом, и мы выбираем это на ежедневной основе. Это напоминание о том, что я сижу за рулем и каждый день решаю, в каком направлении пойдет моя жизнь. Ой, ну как говорится, вся жизнь психиатрия, а ты в ней биполяр очка. Бывают дни алмазные, бывают грубые. Иногда я устаю, иногда становлюсь жесткой. Я построила мост и сожгла его дотла. Я обрела свои крылья только для того, чтобы потерять почву под ногами. Я крепко держусь за то, чему научилась, но неправильное выглядит правильным, когда ситуация меняется. У меня внутри два волка, но я решаю, кого из них кормить. И это просто восхитительно. Я уже теряю голос. Это уже просто... Это восхитительная. Восхитительная фраза. В этом альбоме она имеет место быть еще и потому, что Дэми Лаваза просто взяла и после абсолютно личного какого-то перезагрузочного, терапевтического Dancing with the Devil The Art of Styling Over выпустила Holy Fuck. И это... Просто это под пример того, какого волка она решила кормить в этом году, допустим. И эта песня, на самом деле, очень-очень неплохая. Ведь эссенцию альбома в себе держит в плане смысла. Мне это очень нравится. Один из, наверное, самых потрясающих моментов рефлексии Дэми на этом альбоме, когда она осознает, что в ней есть как хорошее, так и плохое. и она сама решает, что из этого подпитывать сейчас, что из этого чувствовать. И ситуация, в которой она находится, она вынуждает тебя что делать? Быть хорошим или быть плохим? Потому что быть плохим не всегда плохо, а быть хорошим не всегда безопасно для тебя и не всегда для тебя хорошо. Это правда жизни. Походу баллады завершаем все-таки. Очень-очень The Art of Starring Over track. I fell for you Smitten and hopelessly Come back, I'm falling in love It's been This is forever for me I can't wait to hug And thank you, Mother Когда мы одни, время уплывает. Мы смотрим друг на друга. Отвези меня домой. Я не могу дождаться, чтобы обнять и поблагодарить твою маму. Вот что я бы сказала. Он прекрасно сложен. Я не могу дождаться, чтобы показать тебе. Ты увидишь, я обещаю, что его сердце будет со мной в безопасности. И эта песня чистая, абсолютно, абсолютно кристально чистая. Вот из всего альбома я не вижу в ней ни одной примеси. При этом, да, она все еще вписывается в альбом, потому что я, ну, поначалу, конечно, это звучит как обычная Дэми, да, меланхоличная Дэми. Особенно моя любимая на Art of Starling Over части Дэми. Но все-таки мы слышим влияние этого альбома на припеве, когда ну и потом дальше уже по накатанной. Мощное завершение панк-поп-рок альбома описывает стойкость Лавата в том, чтобы снова подняться и влюбиться. На этот раз, возможно, навсегда. Forever for me. В общем, вот такое вот очень приятное, очень теплое и действительно кристально чистое завершение альбома. По смыслу абсолютно. Без всяких примесей, когда ты как будто бы корчишь лицо от того, что у тебя там она поет про мертвых друзей или о том, что она поет про какую-то потерю, про что-то, чувство вины. И тут в конце мы все-таки понимаем, что есть хэппи-энд в этой истории и хорошее, хорошее послевкусие оставляется об альбоме. С такой обложкой, с таким названием вот так завершить альбом. Ну что, я могу сказать только спасибо. Ну что, наконец-то мы послушали с вами альбом Дэми Лавата Холи Фак. Я не знаю, сколько раз я за это сказал, когда озвучивал название альбома или когда просто пытался немножечко, хоть чуть-чуть, чуть-чуть, совсем капельку, изложить свою эмоцию от прослушанного, от испытанного, потому что некоторые песни, они просто выворачивали меня наизнанку и я мог только промолвить эти два слова. И вот у нас 16 песен, у нас цельный альбом, наконец, трушный, поп-рок или панк, поп-рок или панк-рок или поп-панк, поп-рок, что хотите. Я не разбираюсь в жанрах, простите за мою некомпетентность. Скажем так, панк-рок альбом, Дэми Лавата, трушная, реально. Повзрослевшая, изменившаяся, прошедшая через просто лютую кучу дерьма. Мы это все с вами знаем, наблюдаем, спасибо за СМИ, за вот эти вот все постоянные репортажи, чуть ли не с больничной койки. Возможно, мы бы и хотели этого наблюдать, потому что всегда интересно, что у звезд плохого случается. Потому что как будто бы они к нам становятся ближе. Но, если честно, лучше бы этого не случалось. Тем не менее, вот она Лавата перезагрузила собственные корни, вернулась к ним, переосмыслила и уже новые проблемы поднимает. Что она позрослела, она потеряла друзей, она приобрела самообладание, она приобрела новую любовь, и новую любовь, возможно, теряла. Теперь она снова ее, возможно, обрела. И она стала мудрее, как она говорит, она стала взрослее. И все это чувствуется, чувствуется в текстах, чувствуется в ее голосе, в том числе, который уже, на самом деле, немного поистаскался. То есть, в некоторых моментах она уже, когда надрывается, чувствуется вот эта хрип отца. То есть, как будто бы уже надрыв действительно заметен, заметен и в голосе, в том числе. Если говорить о самом альбоме, о цельном, я пока не могу конкретное мнение о нем сформировать, только потому, что у него есть конкретные две части. Альбом цельный в своем звучании, но эмоционально он для меня четко разделен пополам. Эти две половины. Первая это эмоциональная, меланхоличная, заискивающая, постоянно рефлексирующая. Она как будто бы уязвимая и очень робкая и потерянная. Поэтому для меня эта половина, возможно, является более коррелирующей с моими эмоциями. Не сказать, что все из этого я готов на себя сейчас взять, принять и сказать, да, я олицетворяю себя именно вот с этой частью. Она просто мне ближе, потому что так уж я устроен. Вторая часть, она агрессивная, пропитана злобой, пропитана ненавистью, при этом она пропитана похотью, она пропитана сексуальностью, энергетикой какой-то жадности, жажды, я бы даже сказал. И это все как-то умудряется сочетаться друг с другом, переплетаться чуть ли не через песню. Это удивительно, и Дэми очень хороша в этом, она потрясающая в этом. Выглядит, и я очень-очень-очень рад был получить этот альбом. Действительно. И он стоил всех ожиданий. Но любимым он у меня не будет, просто потому что для меня гораздо более колоссальное значение сейчас имеет ее прошлый седьмой студийный альбом Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Да. И, возможно, я буду и про этот альбом также говорить. И когда я буду подводить итоги года, возможно, я поставлю его на то место, на которое он не заслуживает быть поставленным, потому что он гораздо круче этого места, да, Вадим из прошлого. Поэтому, я же говорю, реакции, очень сложно что-то просто взять и прокомментировать. Я не люблю ревью, я не люблю какие-то моменты, когда ты просто вынужден что-то послушать и вот прям сразу это сказать. Я не могу. Мне нужно очень переваривать долго релизы. Возможно, реакция не для меня. Но, кто знает, если вы смотрите, значит, вам нравится. Поэтому я хочу узнать ваше мнение о релизе, об этом обязательно. Как вам панк, рок, дэми? Как вам альбом? Как вам название? Как вам обложка? Как вам треки? Ваши любимые треки? На каких вы треках охуели? Какие вам понравились больше всего? Какие вам не понравились? Вообще, что думаете об этом альбоме? Пишите все в комментариях обязательно. Спасибо большое вам за просмотр, за то, что разделились со мной эти сумасшедшие эмоции. Ну и, конечно же, мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.